Как получить грант или субсидию, зарегистрировать некоммерческую организацию и нужно ли сдавать по ней отчетность? Какие вообще бывают НКО и для чего они необходимы? Эти и другие вопросы были озвучены в ходе форума общественных инициатив «Первый будь в курсе», который прошел на территории Ленинского городского округа. Главное, на что надо обратить внимание в самом начале деятельности, это выбор системы налогообложения. Для НКО подходящих имеются три. Основная система и две упрощенки. Мероприятие было организовано Управлением по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского округа и местным отделением торгово-промышленной палаты. Большое спасибо торгово-промышленной палате, которая активно вообще включилась в эту работу. К нам приехали гости из Ульяновской области. Мы сегодня будем делиться опытом, опытом, как получать гранты, как развиваться, какие есть пути. Поэтому возлагаем большие надежды на перспективы развития некоммерческих организаций на территории Ленинского городского округа. Основная цель, которую мы ставили перед собой, это информационная поддержка некоммерческих организаций. Они чувствуют определенную нехватку информации, нехватку поддержки, ресурсов, куда им обращаться. Некоммерческие организации – это люди, которые ставят перед собой цель не только заработать деньги, но и первая цель – это помочь людям. И наша задача – помочь им. Реальными кейсами и историями успеха поделились приглашенные спикеры форума. Светлана Белина и Ксения Пенкина из Ульяновской области рассказали, как открыли в своем городе Инза креативное пространство. С музыкантами работаем, с местными, с теми, кто пишет стихи. Мы пишем проекты финансовые и нефинансовые. То есть это то, что раскачивает город в разрез креативности. Рассказать о том, чего нужно сразу избегать, на что внимания не обращать. Посетители форума могли также задать свои вопросы спикерам и во время кофебрейка, обменяться опытом и впечатлениями. Хотелось услышать, как можно получить грант на мероприятие, которое связано с художественным искусством, которое связано с концертной деятельностью. Мы несколько раз подавались на гранты, но пока их не выигрывали. Мы будем очень благодарны всем сегодняшним выступающим, если нам подскажут некие хитрости, которые позволяют людям выигрывать гранты. Форум посетили более 80 человек. Планируется и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, но уже на общеобластном уровне. Так представители некоммерческих организаций получат возможность из первых рук узнавать полезную информацию и делиться накопленным опытом.